На улице минус 40, казалось бы, сиди дома да чай пей, но Елена Соколова, педагог детского экологического центра, спешит к кормушке для птиц. В такие морозы, говорит она, птицам просто необходима дополнительная энергия, а значит еда. Правда, этот корм мало похож на то, что обычно люди кладут в кормушке. Как раз вот в этом наборе практически любые зимующие птицы найдут то, что именно необходимо им. Синицы с удовольствием будут есть семечки, снегири с удовольствием будут клевать сухофрукты, воробьи, какие-то мелкие зимующие птицы. Вот здесь у нас даже есть немножечко рапса. Семечки, отмечает Елена, должны быть не жареными, только сырыми. Вообще, говорит она, в стремлении накормить птиц люди порой допускают грубые ошибки. Наверное, у каждого в сердце однажды просыпается такая любовь к всему живому, что хочется поделиться вот буквально последним куском хлеба. Но орнитологи предупреждают, подобный душевный порыв в случае с птицами может лишь навредить пернатым. В хлебе содержатся дрожжи, которые в желудке птиц начинают бродить. От этого птицы могут даже умереть. Если уж вы хотите подкармливать хлебом, то делать это только в виде белых сухарей. Нарезали, посушили, и тогда уже можно угощать. Но кормушки – это не только способ позаботиться о птицах. Это и возможность полюбоваться красивыми созданиями. Конечно, если вести себя тихо, дикие птицы пугливы. Чаще всего в черте города мы можем с вами видеть синиц, воробьев, снегирей. Прилетят немного погодя сверестели. Клесты очень часто стали залетать, щуры. Длиннохвостые синицы. Ну, 70 видов, сами понимаете, долго можно перечислять. Остается один вопрос. Так ли нужна птицам такая забота? Ведь раньше они выживали без участия человека. Елена Соколова говорит, из-за роста городов становится меньше лесов, где птицы могут питаться. Так что, размещая у себя во дворе скромную кормушку, возможно, мы не просто помогаем птицам пережить холода, но и помогаем, возможно, сохранить целые виды пернатых. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Спасибо.